Ситуация с Бинбанком. Сейчас я прокомментирую, и это не только Бинбанк, это вообще вопрос о банковской системе нашей страны. Вот как с телефонным терроризмом, понимаете, от которого я говорил только что. Мы потратили огромное количество денег для создания системы безопасности. Она объела всю страну. Вот у нас на военно-полицейские расходы уходит больше трети бюджета. И когда она должна сработать и защитить нас от телефонных террористов, ноль эффекта. Та же самая ситуация с банковской системой. Значит, ЦБ заявил о санации Бинбанка, это 12-й по размеру банк в стране. Совсем недавно они заявили о санации Банка Открытия. То есть у нас за последние пару недель два банка из числа крупнейших выяснилось, что они разорились. И что они совершенно неправильно вели свою хозяйственную деятельность. Неправильно, плохо, глупо вели ее в течение многих месяцев. И ЦБ этого не замечал. Вот в совете директоров ЦБ там чуть ли не половина людей, она вовлечена в так называемый банковский надзор. И это полный провал банковского надзора. Чем занимаются все эти люди с огромными зарплатами? Чем занимается Эльвира Набиулина и почему ее постоянно вкладывают, ставят на какие-то места лучший центральный банкир всего мира? Где этот банковский надзор? У вас крупнейшие банки заявляют сейчас о том, что, ой, а вы знаете, мы плохо вели бизнес, мы не учли риски, мы зря покупали вот это все направо-налево, зря мы делали санации более маленьких банков. Не смогла я, как в известном анекдоте. И я разорилась, и сейчас нам нужны триллионы, без преувеличения триллионы потратить на спасение этих банков и этих банкиров. Вот вопрос, который я хочу поставить на голосование во Вконтакте и в Твиттере. Должны ли банкиры-неудачники лишиться своих состояний? Это ведь важная штука. ЦБ спасает банки и спасает этих банкиров. Мы не видим, чтобы их арестовывали или чтобы они плакали. Они миллиардеры и мультимиллионеры. Их личные состояния сохраняются. А кому достанется все это имущество? То есть как банковский надзор на это на все смотрел? Как, например, Бинбанк скупил все пятизвездочные гостиницы в Москве. Они направо-налево их покупали, наверное, в общем-то, не имея какого-то опыта управления сетью этой гостиницы. Просто они вкладывали деньги. Они хаотичным образом скупали все вокруг. И сейчас, получается, и личное состояние этих людей так или иначе сохранится. Вот давайте проголосуем, должны ли эти банкиры, которые сейчас, ну, довольно грустно говорят, ну, мы не справились с рыночными реалиями. Должны ли эти банкиры точно так же стать, ну, бедными или небогатыми людьми? Ведь из-за них пострадают клиенты. За их ошибки заплатим мы. Потому что это наши деньги, которые ЦБ отдаст на санацию. Потому что это нашими деньгами будут национализированы все эти банки. Потому что это мы пострадаем от того, что будет меньше конкуренции на банковские секторы. И мы должны за это все заплатить. Но не должны ли эти банкиры тоже стать, ну, обычными гражданами? И пойти куда-то работать, получая зарплату, не знаю, там, большую, в 200 тысяч рублей. Но ограничиться этим. У них, наверное, должны отнять, там, 10-комнатные квартиры, их виллы и яхты. Наверное, так это должно сработать. Если они принесли к нам, вот, в ЦБ, к нам, государственному российскому, к нам ко всем пришли, сказали, ребята, дыра в банке, поэтому за эту дырку, пожалуйста, как-то закройте нам. Бенбанк же что сделает? Он фактически, он собирал деньги на пенсионном рынке. Где-то у 4 миллионов людей они собирали деньги в свой негосударственный пенсионный фонд. Этими пенсионными деньгами они устраивали себе эту красивую жизнь. Покупаем эту гостиницу, покупаем эту гостиницу. А вот здесь пятизвездочная, шестизвездочная, десятизвездочная гостиница. Все покупаем и будем красиво на проспектах и на своих сайтах писать о том, как все пятизвездочные гостиницы принадлежат нам. Классная, красивая жизнь. Это очень круто и на этом на всем мигают блестки. Но только закончилось это тем, что нужно нам сотни миллиардов рублей заплатить за это. Вот хотелось бы, чтобы эти банкиры вместе с нами, со всеми разделили бремя своего неудачливого бизнеса. Это номер один. И хотелось бы, чтобы люди из банковского надзора, которые проморгали это, которые были участниками этого всего, любой банк сдает отчет дважды в день. Дважды в день. И, конечно, банковский надзор ЦБ не мог не знать, что открытие месяцами идет к катастрофе, и что Бинбанк месяцами идет к катастрофе. Вот эти люди из Центрального банка, они должны ли разделить вместе с нами какую-то ответственность? Например, их должны выгнать с работы. Например, их должны лишить их огромных зарплат и бонусов. Например, им не нужно выдавать служебные квартиры и отнять у них большие черные автомобили. Пусть они ездят на метро. Они работали плохо. Они провалились. Но этого, к сожалению, не происходит. Голосуйте, пожалуйста. А пока мне пишут, что Жданов, наш юрист, сообщает про якобы нападавшего на Ляскина. Судьба задержанного непонятно. Прошло 48 часов, а суда по его аресту не было. Это то, что я говорил. Они не хотят, чтобы он оказался в суде. Потому что в суде, ну это же должен быть открытый суд, правильно? Наверное, ему задают вопросы журналисты. Потому что в суде он должен будет ответить на какие-то вопросы следователей, адвокатов. Должно какая-то фабула обвинения прозвучать. Вот сейчас выяснится, что либо суд уже был какой-то секретный, либо они решили до суда отправить его в психушку. Ну это мой прогноз. Я, может быть, ошибаюсь. Но мне кажется, что после того, как он выполнил свою функцию и в телевизоре рассказал про то, что, значит, Ляскин организовал нападение на самого себя, он как-то у нас постепенно куда-то уедет. Григорий Манхэттен говорит, знаю одного учителя, вбрасывает за ядро и считает Алексея преступником. Такие дела, кретина, существуют. Ну да, это, наверное, все-таки клинические ситуации, когда человек вбрасывает за ядро, но считает меня преступником. Это уже, конечно, близко к клинике. Но такая традиция лицемерия в нашей стране, она же приводит к тому, что многие сживаются просто с этой идеей. И им не кажется, что они вбрасывают, они являются преступниками. Они считают, что они таким образом еще и Родину защищают, потому что нужно от каких-то вот этих вот людей. Они ничего себе проголосовали сами по себе. Нельзя им разрешать голосовать, как они хотят. Я должен вбросить и тем самым помочь Родине нашей. Должны ли банкиры-неудачники лишиться своих состояний? Одинаково у нас и в Твиттере, и во Вконтакте. Да, 90%, нет, 10%. У меня вопрос к этим 10%. А почему вы так любите этих банкиров-неудачников? Ну, хорошо, если они работали, они были бизнесменами, они слили какие-то риски, они делали какие-то дела с Центробанком. У них не получилось, они разорились, мы заплатим за их долги. И вы хотите, чтобы у них остались классные яхты и классные дома? Ну, никто же не говорит, что они должны в рубище или просить подаяние в метро. Ну, наверное, значительной части своих личных состояний было бы логично, если бы они лишились. Но, тем не менее, вот 10% считает, что они должны лишиться, но 90% считает, что все-таки да.